Надоело болеть и терпеть дискомфорт из-за мокроты в бронхах? Даже если не сталкиваетесь с этим, нет никаких гарантий, что ближайшей осенью с вами этого не случится. Не рискуйте здоровьем, лучше уделите несколько минут и узнайте, какие простые способы помогут вам одолеть мокроту. Появление слизи в дыхательных путях часто идет рука об руку с ослабеванием иммунитета. Период межсезонья становится идеальным временем для развития болезнетворной микрофлоры в горле, носу, бронхах и непосредственно в легких. Если слизь все-таки появилась, это говорит лишь о том, что воспалительный процесс уже начался, и чем раньше вы его остановите, тем лучше для здоровья. Что такое слизь? Неприятная субстанция является продуктом жизнедеятельности бакаловидных секреторных клеток нашего организма, расположенных в дыхательных путях. Слизь, известная как мокрота, выделяется даже у здорового человека. В небольших количествах она увлажняет клетки ресничатого эпителия, которым выслана внутренняя поверхность бронхов. Когда в дыхательных путях начинает орудовать патогенная микрофлора, организм стимулирует выработку мокроты, так как она выводит вредоносные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности наружу. Часто микробы размножаются быстрее, нежели успевает производиться слизь, вследствие чего мокрота становится густой и препятствует выделению самой себя же. В итоге скорость производства слизи сильно превышает над скоростью ее вывода. Формируется крайне благоприятное для дальнейшего развития патогенной микрофлоры среда, и все это может перерасти в бронхит и даже в пневмонию. Как избавиться от мокроты? Самый простой способ – прокашляться. Это поможет, если причиной образования слизи стало проникновение патогенных микроорганизмов в дыхательные пути, либо вы вдохнули пыль, дым или что-то еще, что не понравилось вашему организму. Прокашляйтесь, но не пытайтесь изо всех сил выкашлять из себя мокроту. Это лишь навредит. Если обычный кашель не приносит результата, а лишь вызывает боль в груди, вероятнее всего начался воспалительный процесс. Он часто сопровождается повышенной температурой тела, усталостью или лихорадкой. В таком случае не стоит заниматься самодеятельностью, лучше как можно скорее обратитесь к врачу. Кроме обильного питья воды, врачи рекомендуют отказаться от курения. Табачный дым сильно сушит внутреннюю поверхность бронхов и раздражает ее. В ответ на это организм стимулирует выделение мокроты, а к чему это приводит, мы уже знаем. Также хорошей профилактикой и в том числе лечением станет активный образ жизни. Недостаток движения – одна из причин, по которой слизь прочно сидит в бронхах и не спешит выбираться наружу. Даже простая зарядка вкупе с дыхательной гимнастикой, взятые за ежедневную привычку, сильно снизит уровень дискомфорта. Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». Если кашель не помогает, прополоскайте горло. Не обязательно искать для этого какие-то особые растворы. Подойдет даже обычная теплая вода. Для этого наберите в рот воду в количестве, как при одном обычном глотке. Встаньте ровно, запрокиньте голову и полощите горло в течение пяти секунд, словно произнося вслух протяжное «Ы». После этого выплюньте воду и повторите процедуру. Для большего эффекта используйте вместо воды специальные антисептические растворы. Если их нет в ближайшей аптеке, можно обойтись раствором пищевой соды, соли или уксуса. В случае соды смешайте четверть чайной ложки порошка и один стакан теплой воды. Смешайте и полощите, пока весь состав не закончится. Если вместо соды используете соль, на один стакан теплой воды кладите половину чайной ложки, а дальше по уже известной схеме. Если в хозяйстве есть яблочный уксус с концентрацией 6%, растворите одну столовую ложку в стакане теплой воды и полощите раствором. Кроме полоскания, которое рекомендуется проводить 3-4 раза в день ежедневно до исчезновения симптомов, врачи советуют пить как можно больше обыкновенной воды комнатной температуры. Дело в том, что жидкость стимулирует выделение секрета и разжижает его. Мокрота становится не такой густой и легче выводится из организма, а вместе с ней уходят и патогенные микроорганизмы. Воду можно и даже нужно дополнять чаем с лимоном, настоем шиповника, чаем из смородины и малины. Подойдут и любые другие витаминизированные напитки, которые вы приготовите сами. Не получается сделать мокроту менее густой? Попробуйте подышать парами пищевой соды. Она реагирует со слизью и разрушает связи между молекулами, из-за чего мокрота становится жидкой и легко выводится из организма. Перед началом ингаляции приготовьте раствор соды. Для этого возьмите литр воды, налейте в емкость и подогрейте до температуры 45-50 градусов Цельсия. Затем положите в нее чайную ложку соды и тщательно размешайте. Для усиления эффекта также можно добавить чайную ложку поваренной соли. Емкость с раствором поставьте на стол и начните ингаляцию. Наклонитесь прямо над емкостью примерно в 30 сантиметрах от поверхности раствора и укройтесь полотенцем. Сделайте спокойный и медленный вдох носом, затем выдох ртом. После этого вдохните ртом и выдохните носом. Чередуйте такие вдохи и выдохи в течение 5-10 минут до 4 раз в день. Такие ингаляции проводятся ежедневно на протяжении в среднем 10 дней. Будьте аккуратны с тепловыми ингаляциями. Их противопоказано проводить людям с повышенной температурой тела и высоким артериальным давлением при нарушении функции почек и в случае наличия сердечно-сосудистых заболеваний. Аллергическая реакция на пищевую соду также является поводом для отказа от ингаляций и полоскания рта с использованием содового раствора. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!